Добрый день. Добрый день, брат. Мир Владимирович, вы звонили? Да, получается, звонил, но надо поговорить просто. Я что вот говорю, тут расхождение. Я говорю, в прошлый раз привозили трёхтомник на машине. И прямо подвезли, где хранить. Разгрузили, и всё, конечно, берут много. 220 тысяч за подвозку. Сейчас везут в полтора раза вес, в полтора раза меньше. И что они? Поездом решили. Ну, поездом, там у них всё скомплектовано, такие как поддоны на них. И так решили у вас составить хотя бы там, я не знаю сколько там, по 500 хотя бы. Да, да. Да, и у этого, и у Казани тоже. Ну, тогда четыре или три, если больше возьмёте, или где-то будет. В одном месте хранить опасно раз, а потом грузить-то куда-то надо. Ну, и мы разошлись тут. Они решили поездом. Не решили, а поговорили. Я говорю, ни в коем случае. Почему? Потому что до Казани им снова придётся нанимать машину. А им машину догнать, пустую или какую, я беру-то за километраж. И поэтому я настаиваю на машине, дорогой, чтобы кто-то поехал с ними там. Ну, можно ехать, не ехать, но лучше бы, конечно, кто-то наш человек был. Чтобы адреса были. У вас разгрузили попутно в Казани. И остатки нам. Всё. Прямо до дверей довезли. А поездом эта разгрузка... Я видел, как разгружает, там бросает. А его не разгрузишь руками-то? Теперь надо как-то нанимать. А здесь как разгружать? Как? У него там своя машинка, там он знает, как делать. Ну, вот такая ситуация сложилась. Я переписку вам скину. Да, Игнат Тихонович, я у себя смогу оставить, вот сколько в мою машину влезет, килограмм двести. Поштучно не знаю, сколько это будет, но там прилично влезет. Вот. Потом Николай, может, часть возьмёт. Потом часть возьмёт Вячеслав, часть возьмёт Александр. А до вас уже, что останется, доедет. Ну, вот больше двух-то вы не возьмёте. Потому что вы меряете там килограммами. Я думал так, что две тысячи там разбазарить. У кого-то. Меня не будет. Люди будут заказывать. Ну, я говорил, что это все расходы, всё сейчас за машину мы платим. Она договаривается, надо пойти и там на месте перед погрузкой пересчитать на два раза. Слушай внимательно. Пересчитать, сколько на одном поддоне они там как-то... Я говорю, что когда придёте получать, чтобы погрузка была при вас. И пересчитать на два раза. Потому что пять тысяч экземпляров. Я сейчас посчитал, это всё количество страниц, бумага такая же самая, формата, а тот такой же самый. И у нас только от трёхтомника отличается примерно в два раза. Чуть так это... В полтора раза сказать. В полтора раза. Меньше. Понял. Меньше. Потому что там было три тысячи, а у нас пять. Там была книга семьсот пятьдесят 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 две страниц, а тут восемьсот тридцать две. Разница это есть. Ну и с Леной стали говорить. Она там в три раза больше. Я сейчас посчитал, только не успел ей послать эти данные. Математика. Двойка, хотя по математике. Ага. В одну целую шесть десятых раза. Меньше. Ну там она десятичная. Это ничего не значит. Ну как? Сгрузка, прыгни, пересчитать. Пересчитать на два раза. На два раза, да? На два раза. Обязательно на два. И чтобы была бумага и записывала, сколько поддонов, сколько на одном поддоне. Они там плетами, какими называют их. Ну поддон обыкновенный. Как кирпич. На чём возят. Вот надо, чтобы видели, скажи, с их представителем. Скажите, давайте сразу пересчитаем, что будет. А если не скажут... Ну некогда. Считайте сами. Вы посчитаете и как раз, то оно не нужен. И когда будете грузить, надо смотреть, чтобы погрузили всё. Столько поддонов было. Дорогой. Вот посчитать, сколько на одном поддоне. И сколько поддонов надо скинуть в Москве. Там вы уже разбазарите. Там можно на своих машинах развести. Дальше. Сколько берёт Казань. Это тоже надо подсчитать будет. Ну а уже четыре или три тысячи берём мы. Всё. Понял. Понял. Хорошо бы было, если бы дороги кто-то наш человек был с ними ехал. Что никуда ничего не пропадает. Прямо на нас было. А тут не считаете, чего там хоть половина. Ну безразличие какое-то. Это же дорогая цена. Мы же платим-то не тысячи, а миллионы. Понял. Ну вот такая история. Ко мне какие вопросы? Вопросов нет. Всё понятно. Ну и хорошо. Я вам скину. Приехал пересчитать два раза. Записать, сколько на одном поддоне. И сколько поддонов всего. Да, да. Как разгружать теперь. Чтобы у него были адреса. Разные карманы в двух сериях. Где останавливаться? В Москве. И где в Москве. У него навигатор должен быть. И где в Казани. И где здесь. Это вы выйдете на эту. Свои адреса там напишите. И наш. А наш возьмёте у Лены. Она у себя разгружает там. Понятно. Понятно. Вот так это надо очень серьёзно отнестись. Потому что от этого зависит получим мы всё или не получим. Потому что предъявить. Прошлый раз брали. Не посчитали. Второй раз проповедь в стихах опять не подсчитали. Ну нельзя так жить. Как же так? Платим огромные деньги такие. Сколько дадут? Да ещё прям совсем никуда. Дадут. Договор определённый. Пять тысяч. Пять. Если им что-то надо, могут покупать. Потому что у меня первые издания были по тысяче. И я в 650 библиотек подарил. Подарил. Я же посчитал. Это 35 миллионов мне обошлось. А я денег-то не имею. Это всё откуда-то. Кто-то если попросит, скажет, а можно на десятину? Можно. Но только уже вы их не можете продавать, а подарить священникам. Да, Игнат Техович понял. Это хорошо будет. Но я нужен ещё, нет больше? Нет, всё, давайте. Вы ещё долго будете здесь? Я, нет, я уже всё, мне сейчас ехать надо. Я вам скину переписку. С этим, с Вячеславом и с Леной. Ну а вы подключитесь дальше. Я категорически против поезда. Совершенно. Потому что вы дорогой снять не можете. А так вы сразу, он едет и везде скидывает. А в Казани снова нанимать машину, кроме поезда. А машина так дома подходит, а поезд не подходит к дому. Присаживайся совершенно. Ну вот такое дело. Ну всё, тогда я отошёл. С Богом. С Богом. Давайте.